Салюта, сегодня, дорогие друзья, с вами Дода, играем перимагрические войны, 32-я, если бы память не изменяет, серия. Знаете чё? Вообще нам надо вот этот остров завоевать, и вот эти два острова завоевать. Вообще вот эту вот группу островов взять себе. И вот я чё думаю, давайте-ка мы этим займёмся. Поэтому я хочу здесь построить верфь. Заложить здесь верфь. Также я хочу дополнительные войска. А, во, ты дошёл. Отлично. А-а-а, чёрт, он может построить только философскую школу. Подождите, стоп, а можно вопрос? Вот этот вот мудрец, ну-ка, покажите мне по поводу мудреца. Так, Дэни и философы изучают множество... Так, это всё понятно, понятно, понятно. А что они дают-то? Невоенные юницы используются для учения процесса очков и знаний и влияния. Стоит в СССР 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 и для обучения союзнической фракции новой технологии. Ладно, засунем его в город, а вось так будет лучше. Так, а тем временем здесь мне надо создать дополнительный отряд воинов с топорами. Мы здесь его создадим. И чего это нужно? Это нужно для того, чтобы мы могли сюда его перебросить, этот отряд. И захватить сначала остров этот. Да, кстати, нет, на самом деле мы этот остров будем захватывать кочевником, конечно же. Потому что я здесь хочу город основать. Да, вот так вот. Здесь вот основать город. Вот. А потом мы захватим город Стадия. И, возможно, вот на этом острове, если получится, вот на этой лесистой местности, тоже будем создать... Создадим потом город. Ну, это так, в планах. Дальше. Что еще? Вообще, у меня вот здесь вот... Вот эту вот надо территорию посмотреть, нет ли здесь каких-нибудь островов. Ну, знаете, как мало ли всякое бывает. Ну, правда, вряд ли, конечно. Так, следующим пунктом я хочу вот этот остров у нас здесь есть. Тоже туда переместить и город новый основать. Давайте-ка мы это сделаем. Построим здесь верфь. Построим здесь верфь. А в городе Загоре построим кочевника. Так, поддержку. Очень много городов, которым нужна поддержка, конечно. Кстати, нашу столичку я бы тоже чуть-чуть поддержал. И город Зарванай. Дополнительно вот так вот. Хорошо. Так. Да, теперь, значит, тут мы тоже разберемся. Тут все нормально, тут все в порядке. Так. Кстати, у нас вот здесь вот коняха. Так что давайте-ка мы вернем флот сюда. Коняху перебросим сюда. Потом перебросим эту коняху. Вот это вот посмотрим здесь, нет ли здесь какого-нибудь островка маленького. Вот. А дальше, наверное, коняху попробуем перебросить в Албонополис. Еще вот из Гелиуса тоже возьмем копейщика. И вот их двоих перебросим сюда, под Албонополис. И захватим Албонополис. Все, пора тоже как-то активничать. Действовать активно. Вот. Здесь тоже есть вот этот остров и вот этот остров. Но это мы потом сделаем. Сейчас у нас пока что нету свободных войск для того, чтобы это все делать. Нам сначала надо вот захватить скаптопару. И хотя это город мы обвинуем, потому что город скаптопара у нас уже есть. И конечно же нам нужно вот эти вот здесь разобраться. Так, пиония. Слушайте, у меня вот такой вот вопрос. Что по поводу пионии вообще? Да, блин, пиония к нам очень плохо относится. И причем непонятно почему. А знаете, отчасти нам надо какие-то торговые сделочки сделать. Вот давайте мы что-нибудь у пионии купим. Вот что можно купить у пионии. Вот если я, допустим, уголь. Как у них? У них мало угля. Зато пищи много. А пищу я всегда могу купить. Давайте вот купим 4 пищи. В обмен на что? Я, кстати, и знания могу у них купить, если у них есть такая. У них знаний вообще нет. А давайте открытый запрос. Вот 4 пищи. За что они хотят? Давайте предложим. Нам нужно с пионией посотрудничать. Я не особо хочу с пионией просто воевать. Как вы видите на примере Труады и Элиады, гораздо эффективнее присоединять государство мирным путем к себе, чем военными действиями их запихивать. В принципе, так и по жизни. Дипломатические переговоры всегда лучше. Кстати, елки-палки, блин. Вы знаете, что вот эта кузница здесь, она 4 объединяет, а здесь же есть железный рудник пятый. Его можно объединить. Так, давайте-ка мы эту кузницу несём. И построим здесь новую кузницу. А-а-а, нет, нельзя, блин. Вот это обидно очень. Чёрт, надо было посмотреть сначала. Проверить. Забавно получилось. Ладно, хрен с ним. А мне просто показалось, я такой был уверен, что здесь можно кузницу вот сюда куда-нибудь поставить, и что она захвала. А вот нет. Одного не хватает. Я сейчас вспомнил, что я уже проверял. Ну, не суть. Перепостроим кузницу здесь. Так, да. Это не столь страшно. Так, город Кантанас. Я не могу... Не могу я нанять в городе Кантанас. А вот в городе Церами я могу нанять кочевника. Хочу нанять кочевника вот здесь город основатель, потому что здесь прям такие поля вкусные, сочные. Прям просто... Очень хочу. Хочу эти поля. Так, дальше. Это именно вот мы сейчас решаем вот такие вопросы. Дальше. В городе Мегедос я хочу нанять поселенцев. И Мегедосе, и, наверное... Ну, в принципе, хватит пока что. Для чего? Для того, чтобы здесь, где у нас есть поля, я хочу эти поля переделать в фермы. Расширить, так сказать, уровень. Так, ну вот. Здесь мы осаждаем города. Да, это я... Это я помню. Мы осаждаем города. Столица. Кстати. Так, по строительству. Асклепион временно... Ну, это... Так. Рынок рабов. Нужен ли нам вообще рынок рабов? Вообще у нас количество рабов растет. И отчасти поэтому, наверное, можно попробовать переместить с пяти. Давайте переместим до семи. Да, наверное, до семи. Нет. Лучше давайте пока шесть сделаем. Но вот точно мы поддержим столичку. Наши два основных города. Это Додоград и Зарланай. Самые два больших наших города. Между которыми мы сейчас, я напомню, дорогу, кстати, строим. Хорошую. Вот. Вот мы строим дорогу. И заодно поддержим их развитие. Так, все остальные у нас... Все окей. Так, ну что? Ход? Да, давайте ход. Такое ощущение, что ордийское царство все-таки выигрывает. Но делает это очень медленно. Я просто хочу посмотреть. Ну да, да. И вон там, смотрите, они уже... Вот эти вот города, они завоевали наверху. Так, Вифиния ползет на этот остров. Очень хорошо, ну ладно. Так, Вифиния здесь сражается с Вифинией. Вот, город Иос или Лос. Не знаю, это И. Это И. Нет, это И. Так, ладно, Вифиния. Ты посмотри, генерал зараза какой. Так, ну что, возьмут они? Нет, пока не берут. Но в целом здесь уже практически они уничтожили. В принципе, они практически уничтожили здесь. Всех. Ну ладно, да, и неинтересно. Во-первых, неинтересно. Ничья. Так, новая технология. У нас появился маяк. В общем, маяк. И он дает нам возможность разведку. Так, ну что, где-то здесь у нас была... Вот они, всадники. Все, прокачиваем. Так, бибрики. Говорит, два золота и пищу. Ну, кстати, на самом деле я могу им дать... Давайте им дадим один уголь. Нет, два угля я предлагаю им. И одну пищу взамен. Встречное предложение. Два золота за четыре пищи. Я согласен. Блин, а у нас золото как резко просело-то. Елы-палы, блин. Ну ладно, пока хватит. Город Корианда. Понятно. К сожалению. Так, куча городов голодает. У нас солдаты тоже немножко голодают. Так, очень много сообщений. Стоп. Так, давайте по порядку. Во-первых, тот факт, что город Кориан... Да, это... А всё почему это произошло? Правильно. Это произошло потому, что вот этот вот... Вот этот генерал... На этой коллекте находится у юнит врага. Так, я хочу его атаковать. Не понял. А чё, ещё я атаковать его не могу, что ли? Так, к сожалению, не могу. И... Так. К сожалению, пиония начала использовать очень нехороший приём. Они просто прислали генерала, который начал агитировать города, вступать ко мне. Ну, переманивать города к себе, вступать. И, к сожалению, город Корианда с частью территории перешёл. И теперь у нас просто анклав в середине. И я убить его не могу. Этого генерала. Хотя он формально под независимой нацией. По идее, мы должны... Формально мы с ним воюем. Так, а вот и гоплиты. Но это уже тяжёлая артиллерия. Захватчик городов. Да нет, наверное, штурм. Сила атаки увеличивается. Вот это надо вкачивать. Хотя ладно, не надо ничего вкачивать. Денег сейчас нет. Вот. Пока что вот так законтролируем ситуацию. Так, ну что у нас тут? Что у нас по золоту-то? Так. Ситуация хреновая. Так, знаете что? Значит так. Где-то у нас тут был храм. Давайте-ка храм остановим. И продадим. Также я хочу остановить рынок рабов. Вот этот рынок рабов останавливаем. И где-то у нас здесь ещё был. Вот он. Рынок рабов. Оба рынка рабов пока что останавливаем. Ситуация с золотом у нас плохая. Так. Свол что-то уничтожаем. Не получилось. Отлично. Так. Хорошо. Так. Давай-ка вдохнови войска. Так. Что у нас тут? Угольная шахта. Давайте попробуем. А вдруг возьмём? А вот представьте себе взяли. В combinations. Отлично. Шахта. Вы ужините. Виzę! Так, 3, 3, 7, 3, 2, 75. Могу я сюда перейти. Так, ну вот мы уже подходим к столице. Слово говоря. Пока что я аккуратно захватываю территорию, точечно. Вот эта вот гора, забавно, что она просто ничейной оказалась. Ну ладно, это потом мы как-нибудь её присоединяем к себе. Вот так вот. Хорошо. Ещё несколько городов я, ну не то чтобы взял в осаду, скорее вот город Метадахтес, Метахадес, Метаксадес. Вот в таком полуокружении. Здесь мы подошли к городу Эпитафион. Уже, может быть, скоро я тоже возьмём его в осаду. Ну, в общем-то, хорошо пока что двигаемся. Так, здесь надо продолжать восстановление. Вот этот вперёд, сюда. Этих перебросим. Будьте готовы атаковать в какой-то момент. Так, тут. Тоже ферма. Так, чё у нас по золоту вообще? У нас... У нас очень много войск. Вот в чём проблема. Давайте попробуем. Если что, просто утилизируем войска. Это тоже... Не то чтобы это было прям очень плохо. Попробуем. Просто будем методично штурмовать город за городом. Город. Просто будем методично штурмовать. А потом, может быть, просто его переманим на свою сторону. Войска не должны стоять без дела. Как и во всех стратегиях, войска должны работать. Попробуем, пробуем захватить. Попробуем. Небольшие шансы. Они же есть. Вперёд. Очень тяжело сражаться. А, к сожалению, сражаться надо. Конечно, я бы предпочёл не заниматься сливом войск. Но, как вы видите, друзья, если не сливать войска, то у нас, к сожалению, очень большие проблемы возникают. Просто возникают проблемы с тем, что не получается взять город. Вот сколько я сюда вбукнул войск, а так и не получилось взять. Да. Да, теперь это пианистский город. И самое главное, что я не могу атаковать. Ладно, да, давайте перебросим сюда конных воинов и вернём. Кочевника сюда перебросим. Блин, проблём, где я не могу понять, почему у нас так войска жёстко сливаются? Я их неправильно ставлю, что ли? Здесь тоже, в зависимости от того, на какую местность ты поставил, это играет большую роль. Но проблема для себя в том, что... Блин, вот это вот вообще, конечно, почему я не могу уничтожить этого генерала? Он же находится-то как бы формально на моей клетке. Вот это очень неприятно. Вот это пятно... Пятно, очень неприятно. Так, вот. Здесь уничтожаем нахуй. Хорошо. Блин, ты посмотри, эта клетка, вот эта конкретная клетка не обеспечена. А, тут вообще клетки не обеспечены. Ну, тогда следующим ходом просто попробуем завоевать город Клосс. И всё. Да. Ещё отряд гоплитов надо нанять. Для того, чтобы вот эти вот все уничтожать гоплитами. Ну, в первую очередь, постараться. Где-то тут был лев. Вот он, кстати. Этот лев, который вот красными обозначен. Территория, которую он как бы должен... Которую он лояльность распространяет. В принципе-то... Надеяться. Да, вот вроде войск много, а толку от них нифига. Мы не можем взять эти города. Те, что пытаемся взять, вы сами видите результат. Войска сливаются, разбиваются, а толку никакого абсолютно. Так, ладно. Давайте ход. Наверное. Хотя нет, стоп-стоп-стоп. Стоп-стоп-стоп. Поддержка рождаемости в некоторых городах уже не нужна. Тоже на это очень много тратим ресурсов. Девять золота. Ну, чё поделать. Ход. Так, стоп. А по поводу верфей? Они будут строиться ещё хортом. Окей, хорошо. Так, ну ладно. Это пролетаем. Это пролетаем. Пионию пролетаем. Мне, в принципе, интересно только действия независимой нации. Ну, вот они просто, они плодят, плодят, плодят войска и... А пиония занимается тем, что у меня отнимает. Вместо того, чтобы воевать нормально с этими независимыми нациями, она отнимает у меня. Со мной сражается. Так, предложение о сделке. Согласен. Горд Серифос предал идеалы государства. Доди перешёл во фракцию пиония. Так, ну у нас, в общем, так сейчас и будет. Понятно. Голодающий город группа Скендер. А, это очень хорошо. И Карая тоже. Всё, отлично, супер. Так, здесь у нас города перешли на нашу сторону. Окей. Вот, кстати, опять-таки, да, осады мы взяли без вреда. Без потерь. К. Карая. Кендер. Если что, я не говорю о том, что я там правильно, неправильно называю города. Это не имеет никакого абсолютно значения. То есть, как я прочитал, так оно и будет. Всё. Так, ну чё, разожгём без порядки в Лавдосе. Да, и город Лавдос, очень крупный город Лавдос, переходит под наш контроль. Бескровно. Отлично. Причём перешёл бескровно. Так, ну вот, смотрите, уже что-то. Уже что-то. Здесь отличненько. Так, ну, ээээ. Так, город Серифос перешёл. Осталась вот только угольная шахта здесь, которая полностью окружена. Ну, так сейчас вот этот генерал, вот этот сволочь, он так сейчас и будет у нас отнимать здесь все города. Так, уничтожаем войска противника. Ну, у него даже войска железобетонные. У него даже войска не дохнут. Ты посмотри на него. Да, отлично. Ну, чё, мы возьмём этот город или нет? Абсолютно всем его делают невероятно рискованно. Давайте восстановление применим. Применяем экстренное восстановление. Так, город Клосс. Эээ, ты не можешь его взять, зараза. Неопъеделённый исход. Ну, давай попробуем всё равно. Если что, я город-то окружил. Если что, я город окружил. Так, тем не менее, здесь, с капта пара. Ну что, начнём мы с воинов, которые... Ага, которые не могут атаковать. Ну, тогда с гаплитов начнём, что. Ничья. Нет, победа. Победа, да, у них потери достаточно большие. Ну, всё-таки это гаплиты. Класс, так сказать, сказывается. Так, поселенец. Давай, вперёд. Термострой. Тут термострой. Так, что у нас здесь? Нет, не лодка. Галера. Новая специализация. Галера, как и здесь. Специализация. А, тут, ёлки-палки. Отстоимость специализации 20 золота. Ой, больно. И это больно. Так, ну, в общем, здесь проплываем. И плывём к городу Гелиус. Давайте я вот так сразу поставлю. А, нет, он так вот туда плывёт. Окей. В общем, вот так будем плыть, плыть, плыть. К городу Гелиус. Берём, захватываем с собой копейщика. И вперёд. Слушайте, а может, Галеру-то я бы сюда смог прислать бы тогда? Не надо было здесь тогда прокачивать? Ну ладно, уже поздно. Так, вот это ничем не прокачано. Давайте-ка мы её продадим. Наверное. Потому что у нас вот будет верфь. И даже если эта верфь не прокачана, то, ну, какая-то разница уже не имеет. Какой. Да, вот всё-таки, конечно, чувствуется, что я прям не стопроцентно хорошо играю в эту игру. Ну, правда, что-то поделать. Так. Ну что? Так, давайте дальше продвигаемся. Вперёд! Атакуем железный рутник... Ой, угольную шахту, простите. Атакуем кузницу. Так, город Митакстадес в осаде. Атакуем конюшню. Конюшня уничтожена. Конюшня уничтожена. Так. Город... Текмон. Тоже у нас в осаде. Перебросим войска. Надо уничтожить... Кочевника, который сидит в городе Текмон. Да, отлично, молодцы. Уничтожили. Триумф. Красавцы. Просто реально красавцы. Молодцы. Так. А эти войска мы перебрасываем под... Под столицу. Уничтожаем поселенца. Хотя можно было бы его не уничтожать. Но... Думаю бы и нет. Ну, можно было бы, конечно же, обойти. Понятное дело, там всё. Дело, так сказать, по красоте. Так. Столица, ну, практически в осаде. Так. Хотя... Или подождите. Нет, а столица всё в осаде. Теперь вот эту вот надо ещё. Город Амм... Амфибра. Амфибра взять в город в осаду. Так. Ну что. Кикония, по ощущениям, как будто бы доживает последние дни. Так. Здесь город Парас. Также на подходе. Окей. Так. А вот этот ряд копейщиков я бы перебросил, кстати, под город Лора. Давайте-ка мы его вернём сюда. Там уже очевидно, что мы дальше справимся и без. А вот... Как кочевник из города Церамия. Давайте перебросим его в Феникс. Это для того, чтобы... Этот генерал уже два города отнял. Ладно. В общем, короче, тогда мы сделаем так. Хрен с ним. Пускай. Пускай. Мы тогда тоже будем так же действовать. Мы захватим здесь полностью всё. И будет у нас вот такая вот... Знаете, такие анклавы в анклавах. Там будет у нас вперемешку наше государство и пиония. Но выглядит, конечно, вот это вот пятно. Оно по-дебильному, честно говоря, выглядит. Вот так давайте я выключу, чтобы вы просто без названия видели. Выглядит по-дебильному очень. Ладно, ничего. Когда-нибудь всё это будет наше. Когда-нибудь. Когда-нибудь. Обязательно. Так, а чё у нас... О, время-то уже всё, друзья. Всё время-то. Ну ладно. Тогда я... Давайте мы, в принципе, на этом остановимся. Действительно. Потому что сегодня мы... Вот эта тактика с захватом и окружением, она пошла нам на пользу. Город Карая, Скендер и Лавдос мы с вами в ситой города взяли. Также мы с вами сейчас взяли в осаду город Токмон, город Метаксадес. Столица также в осаду взята. А, но я не помню, столица может переходить вот таким образом или нет. Вот. Ну и здесь мы выходим уже на побережье Афимбра и Носите, хотя у нас есть город Носет. Вот здесь. Так что... У нас с вами будет этот самый. Так что там у нас с вами будет Носите, а здесь Носет. Вот. Потихонечку-потихонечку. В общем, здесь надо будет пройти по границе. Вот эти горы потом мы тоже возьмем. Ну и, в общем-то, дойдем досюда. А потом эти войска будем сюда перебрасывать. Потому что здесь я чувствую, что проблем еще будет долго. Забавно, что основная проблема у нас не с государством, а просто с гребанными повстанцами, которых мы никак не можем разбить. Так. Ну что у нас там по поддержке? Вот так сделаем. Поменьше. Так. 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 Окей. Вот. Хорошо. Ну вот, уже какие-то города у нас переходят в эту стадию. В принципе, очень много двушек. Я надеюсь на то, что скоро мы супер-дотации прекратим. Сейчас, посмотрите, у нас большая проблема с едой. Поэтому вынужден я вот так делать. Это не самая лучшая тактика. Так. Кстати. Кстати, по поводу тактики. Что у нас по правительству? Монархия, которую я так хочу. Да. Слушайте. Ну, мне все больше и больше нравится вариант перехода на монархию. Все. Короче, фактически решено. Мы с вами перейдем на монархию. Когда мы вот здесь закончим войну с Кикони. Я просто сейчас не хочу ослаблять боевой дух. Потому что смена правительства это минус боевой дух войскам. Я сейчас не хочу этого делать. Вот. Когда мы закончим войну здесь. Ну и более-менее как-то вот здесь у нас уложится. Успокоится тоже. Потому что видите, сейчас мы даже не можем город Хрисуарис взять. Так вот. В общем, когда мы здесь более-менее у нас подуспокоится ситуация. Мы сменим правительство. Потому что объективно... Очевидно, что оно объективно лучше. А это что за отряд боинов? Стоит около Геликранона. Так. Хорошо, что я его увидел. Слушайте. Ну что? Куда его? Да давайте его вот сюда вот. Перебрасываем. Так. А здесь у нас строят. Строят каменную дорогу. Сюда он как-то странно её построил. А, ну. Потому что вот эту клетку он не стал идти. По этой клетке. Клетку он построил здесь. Построил здесь. Построил здесь. А получается такой эффект, как будто бы вот тут и вот тут нету. Но в реальности они вот так вот просто проходят. Понятно. Ну, ладно. Это такие минусы, которые мы потом будем решать. Здесь он вот тут вот он построит. Только здесь. Вот здесь ничего не будет строить. Хотя нет, здесь и нету. Поэтому он здесь он построит нормально. Ну окей. Ну, в общем-то всё. Давайте подведём итоги. Итак. Я вам показываю статистику по победам. Я вам показываю статистику по каждому виду побед отдельно. Пока, как вы видите, мы везде на первом месте. Кстати, между прочим, общая победа 50%. Мы 50% территории с вами контролируем. Забавно. Так. Ну и сегодня у нас... Нет, не исторический повтор. Нет, нет, нет. У нас сегодня статистика. Так. Ну что. Это экономика. И давайте опять-таки я показываю графики и легенду. И не особо комментирую. Вы можете поставить там на паузу. Посмотреть. Я не особо комментирую это всё. Потому что если я буду комментировать, серия затянется. А уже и так 35 минут. Ну видите, что мы везде на первом месте. Всё логично. Но... Да, очень-очень большие у нас потери. И у Илиады очень большие потери. Забавно, кстати, что по дипломатии мы как... Ну вот, понятно. Доди, Этра, Ада, Илиада. Понятно, мы все троём. Потому что у нас единая внешняя политика. Но просто забавно, что мы действительно так... Ну, мирно находимся. Все остальные... Гораздо хуже. Много с кем воюют друг с другом. Так, это у нас размер страны. И от населения. Это уровень счастья. Но уровень счастья у нас действительно низкий. Ничего, мы сменим, когда правительство у нас всё будет лучше. И уровень развития. Как-то так. Ну, в общем, всё. Дальше у нас конный манеж. Всадники с топорами. Это то, что, я думаю, нам поможет. Надо будет построить конюшню где-нибудь вот здесь. Мы бахнем конюшню. Мы, наверное, уже следующим ходом бахнем. В следующей серии. И будем фигачить мощную кавалерию. Как-то так. В общем, всё. На этом всем большое спасибо за просмотр. С вами был Додор. Всем удачи и всем пока.